Пожалуй, одной из главных тем сегодня, помимо обсуждения прошедшей встречи представителей ЕС и НАТО, стало предстоящее заседание Европейского совета, на котором почти наверняка будет одобрено решение о продлении санкций в отношении России. Министр напомнил, что канцлер Меркель заявила на прошедшей в Берлине совместной с президентом Франции пресс-конференции, что с учетом недостатков в украинском мирном процессе, необходимо вновь продлить санкции против России. Здесь позиция Эстонии и ЕС в целом осталась неизменной. Если говорить о санкциях, то нужно обратить внимание на то, с чем они связаны. Например, если мы говорим о ситуации на востоке Украины, то санкции связаны с выполнением минских соглашений, которые одна сторона пока не выполняет. Также Миксер рассказал о том, что на общей встрече министры иностранных дел стран НАТО утвердили более 40 мер по 7 направлениям сотрудничества, в том числе противодействия гибридным угрозам, кибербезопасности обороны, учения наращивания оборонного потенциала. Миксер добавил, что волнует Европу и в частности Эстонию будущие отношения с уже новым президентом Америки Дональдом Трампом, а также состав его команды. Кто станет министром иностранных дел и с кем предстоит вести переговоры? Что ждем мы все от США? Назначение в рамках демократического выбора хорошей команды, с которой мы готовы сотрудничать и работать вместе максимально конструктивно. Причем не только в МИДе, но и в других ведомствах. Министр Свен Миксер также проинформировал о ряде двухсторонних рабочих встреч в рамках заседания министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, в том числе и о его встрече с главой грузинского МИД Дженнелидзе. Чиновники обсудили эстонско-грузинские отношения, интеграцию Грузии в ЕС и НАТО, а также председательство Эстонии в ЕС. Наша страна, как отметил Миксер, готова всячески поддерживать Грузию на пути евроатлантической интеграции. Затронуты были и вопросы о ситуации в Африке, Сирии, а также представители ЕС в НАТО обсуждали проблемы беженцев. Общий вывод из сегодняшней пресс-конференции очевиден. Несмотря на смену правительства и главы МИДа, позиции по внешней политике остаются неизменными.